Цегламенская библиотека номер 16 представляет Наследие Кирилла и Мефодия День славянской письменности и культуры связан с именами Кирилла и Мефодия, которые создали славянскую письменность и перевели из греческого языка богослужебные книги. Среди них апостольские послания, псалтырь и избранные чтения из Евангелия. Во всех славянских странах праздник отмечают 24 мая. История праздника. 24 мая по новому стилю является Днем памяти создателей славянской письменности Кирилла и Мефодия. Поэтому выбор даты праздника пал именно на это число. Корни торжества идут из Болгарии, где впервые отметили праздник в 1803 году. В России начали праздновать День славянской письменности в 1863 году, в год тысячелетия с момента создания славянской азбуки Кириллом и Мефодием. Тогда же Святейшим Синодом было принято решение каждый год почитать память святых братьев. Когда к власти пришли советы, праздник забыли на долгие годы, вплоть до 1985-го, 1100-летия со дня представления святого Мефодия. В тот год и возникла современная формулировка праздника – День славянской письменности и культуры. Спустя еще несколько лет, в 1991 году, торжество получило официальный статус государственного. Традиции праздника. В День славянской письменности организуют различные мероприятия – фестивали, ярмарки, научные конференции и концерты. Школы проводят уроки родной речи, на которых учащимся рассказывают о вкладе Кирилла и Мефодия в язык и культуру России. К празднику приурочено еще одно важное событие в сфере литературы – вручение Патриаршей премии имени Кирилла и Мефодия, которая была учреждена Священным Синодом Русской Православной Церкви. В рамках мероприятия награждаются авторы современности, что внесли серьезный вклад в развитие русской литературы. Есть еще одна традиция, проводимая в День славянской письменности – Кирилла Мефодиевские чтения, которые организовываются ежегодно. В рамках конференции встречаются специалисты в области славянской культуры и обсуждают проблемы современного языка. Кроме того, между ними происходит обмен знаниями. 25 мая, на следующий день после Дня славянской письменности и культуры, в России ценители русского языка отмечают День филолога. Создание азбуки Кириллом и Мефодием. С чего все начиналось? Славянская письменность появилась в IX веке. Именно тогда был создан алфавит. Моравский князь Ростислав обратился к императору Михаилу III с просьбой перевести христианские богослужебные книги на славянский язык и отправить в Моравию учителей, которые смогли бы читать проповеди на родном для славян языке. Кириллу и Мефодию была поручена эта миссия. Император был уверен, что братья с ней справятся лучше всех. Почему именно они? Кирилл и Мефодий родились в Солуне. Сейчас город называется Солонике и располагается в Греции. Семья отличалась богатством и высоким положением в обществе. Мальчикам дали великолепное образование. Кирилл прилежно учился философии и риторики у самых известных византийских учителей совместно с маленьким сыном правителя Византии Михаила III. Потом он даже сам некоторое время был преподавателем. Его таланты покоряли многих. Ему не раз доверяли сложные и опасные дипломатические миссии в разных городах и странах, с которыми он блестяще справлялся. А старший брат Мефодий состоял долгое время на военной службе. Руководил одним из княжеств, где и обучился языку славян. Но через 10 лет он оставил военную карьеру и принял монашеский обед. Вскоре к нему присоединился и брат. Примечательно, что настоящее имя Кирилла на самом деле Константин, а Мефодия – Михаил. Кирилл и Мефодий – это церковные имена, данные им при крещении. В 863 году братья рассказали о том, что они создали алфавит. Его назвали в честь младшего брата Кириллица. Прародительницей Кириллицы была другая придуманная братьями система букв – глаголица. С помощью Кириллицы Кирилл и Мефодий перевели с греческого священное писание и ряд богослужебных книг. Православная церковь назвала братьев чудотворцами. Люди получили буквы, а вместе с ними возможность читать и писать. С самого начала в алфавите было целых 43 буквы, но чуть позже добавили 4 и убавили 14 из-за ненадобности. Изначально буквы были похожи на греческие, но потом поменялись и стали такими, какими мы их привыкли видеть. Каждая буква не только означала определенный звук, но имела свое значение. В 1917 году был утвержден вариант азбуки из 35 букв. Правда, их на самом деле было 37. Ее и кратки не были отдельными буквами. В 1918 году вновь азбука изменилась, из нее убрали несколько неиспользуемых букв, в результате чего осталось 33. Вот такой азбукой мы с вами и пользуемся по сей день. Кстати, у буквы «Е» есть день рождения. Ее придумала княгиня Екатерина Романовна Дашкова 18 ноября 1783 года. Ее идея стала популярной. На это обратил внимание писатель и историк Карамзин, и с тех пор ее стали использовать. В каких странах отмечают праздник? События отмечают не только в России, но и в других славянских странах. К примеру, в Республике Беларусь. Этот праздник как бы напоминает нам, что наша культура – это кладезь древних и великих традиций славянской культуры. Субтитры создавал DimaTorzok